Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Соскучились? Готовы к новой атмосферной прогулке по Риму? Тогда начинаем нашу сегодняшнюю прогулку с вокзала Термине. На Вея Джованни Джолити 36, напротив автобусной остановки, где с Термине ходят автобусы в аэропорт Фьюмичино и Чампино, находится Мерката Чентрали. После вынужденного перерыва из-за пандемии, рынок был закрыт на 8 месяцев, На днях в пятницу, 17 сентября, Мерката Чентрали вновь возобновил свою работу. Открытие было шумное, с живой музыкой. Жизнь налаживается. Я не смогла прийти в пятницу, так как у меня была экскурсия. Где-то дня через два я была рядом с вокзалом Термине и решила зайти посмотреть, много ли здесь народу, что изменилось, и, конечно, порадоваться за открытие этого замечательного места. У меня самые светлые воспоминания о работе центрального рынка. Все сотрудники здесь очень доброжелательные, а предлагаемые продукты и блюда свежие и готовят их прямо на ваших глазах. Для туристов, которые приехали в Италию первый раз, очень удобно увидеть блюда и понять, что им хочется попробовать. В ресторанах же видишь только меню и больше ничего, а иногда бывает очень трудно объясниться с официантом. Когда вы приедете сюда, то я вам сначала советую обойти весь рынок, а потом выбрать то, что хочется попробовать. Ассортимент предлагаемых блюд очень богатый. А моим туристам, которые останавливаются недалеко от вокзала Термине, я всегда показываю, где находится этот центральный рынок, и все остаются довольны. Сейчас не сезон артишоков. Их сезон где-то с октября по май. В это время не во всех ресторанах их можно встретить в меню. А здесь есть артишоки, приготовленные по-еврейски и по-римски. Эти артишоки приготовлены по-римски, а эти по-еврейски. Здесь можно попробовать нарезку мясных деликатесов и разнообразных сыров. Прошутто, спек, брезаула, куркетта. Большой ассортимент сыров. Рикотта, скаморца, моцарелла, бурата, качаковала. Здесь все блюда приготовлены с добавлением трюфеля. Карттон, моцарелла, бюро. Субтитры делал DimaTorzok За то время, что рынок был закрыт, сделали небольшую перепланировку и открылись новые точки продаж. Но не все обошлось без потерь. Некоторые не смогли пережить карантин и магазины закрылись навсегда. Например, из новых была открыта джелатерия. Я уже попробовала здесь мороженое. Очень вкусное. Цена мороженого зависит от того, сколько вкусов вы хотите выбрать. Два, три, четыре или даже пять. Это вам обойдется три евро, четыре, пять и шесть с половиной. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще из новинок я заметила корнетто с соленой начинкой. Была идея создать корнетто на аперитив. И так получилась эта новинка. Необычно. Мы привыкли покупать на завтрак корнетто и капучино. А тут на аперитив с соленой корнетто с традициональными соусами римской кухни. Пока только три вкуса. По цене четыре с половиной и пять с половиной евро. Они чем-то напоминают репетины, которые продают здесь. Эта белая пицца в середине делают проглубления и туда добавляют разные римские соусы. Вкусно, сытно и быстро. Здесь так вкусно пахнет пиццей, мне даже уходить не хотелось. Супли с разными начинками, треска, сыр хровула во фритюре. Пасту готовят очень быстро и она здесь очень вкусная. Пасту готовят очень быстро и выключатся. Пасту готовят очень быстро и выключатся. Пасту готовят? Пасту готовят. Огромный выбор блюд из мяса. Ну и на десерт огромный выбор сладостей. Рынок я вам показала, а сейчас пойду в сторону метро Линии Бинг. Так выглядит вокзал Термини и здесь же стоянка такси. Я спустилась в метро и сейчас направляюсь в сторону Чирко-Массима. Все эти дни у меня были экскурсии и прогулки по Риму. Вы думаете, я устала гулять по Риму? Нет. Наоборот, мне хочется еще больше и больше показывать вам красоту вечного города. Сейчас несколько дней отдохну, а потом опять буду гулять с гостями города и показывать не только главные достопримечательности, но и римские дворики, улочки и, конечно же, шедевры Караваджо, Рафаэля и Микеланджо, которые спрятаны в церквях Рима. Мои прогулки не бывают скучными. Мы чередуем красоту города с дегустациями сыров, салями и мороженого, а потом долго-долго гуляем по Риму. Самое главное, когда вы будете готовиться к поездке в Рим, возьмите с собой самую удобную обувь. Это очень важно, поверьте, прогулки могут быть очень плыльными. Перейду улицу Черкомастимо и передо мной будет большой цирк или античный ипподром, где проходили соревнования на колесницах. Сейчас на этом месте проводят разные мероприятия – концерты, фестивали, ярмарки. А вдали виднеется холм Палатин – один из семи холмов Рима. Он был заселен еще до того времени, когда императоры решили построить там дворцы. Так что его можно назвать самым старым холмом Рима. С Черкомастимо я пойду по улице Валли Мурча. Эта улица разделяет римский розарий на две части. В розарии находится более тысячи роз. Он открыт для посещения весной во время цветения и осенью. С 17 по 19 век на этой земле находилось еврейское кладбище, ведь мы находимся рядом с еврейским гетто, в котором жила община. Потом с разрешения еврейской общины кладбище было перенесено на кладбище Верану. В память о том, что здесь находилось еврейское кладбище, дорожки выложили в форме миноры еврейского подсвечника. До холма Авинтин доходят не все туристы, но это только потому, что просто не хватает времени. Рим – единственный город в мире, в котором так много достопримечательностей. И чтобы осмотреть все, необходимо не один день и даже не три, а намного больше. У фонтана Маски находится вход в апельсиновый сад. Деревья понятия. Деревья пониже – это апельсиновые деревья, а над ними возвышаются знаменитые римские пеньи. Я очень люблю этот холм, и если гости города уже осмотрели большую часть достопримечательностей, то я обязательно привожу их на Авентин. Здесь очень красиво и потрясающие виды на Рим. Тут-то мы и видим с высоты, где в каком районе находятся достопримечательности города. И здесь с высоты можно увидеть, как много мы прошли пешком. Многим даже не верится. Вторая половина дня – самое лучшее время для посещения холма. И отсюда мне тоже уходить не хотелось, но я наметила себе маршрут, который должна успеть пройти до ужина. Ещё несколько минут дам вам возможность самостоятельно почувствовать и насладиться атмосферой, которая царит здесь. Я прекрасно понимаю, что не все могут дойти до этого холма, а некоторые не могут даже приехать в Рим. Дорогие друзья, эти минуты для вас. Представьте, что вы находитесь на холме Авентин. На, ты тоже мочешь. Примерно вся. Петра, давайте вас вместе будем использовать его в Малыши. Луч-то, ли. Ш영-то и говорит самый хороший канал. В Малыши. Примерно надо из плат cambio! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая наша остановка будет на площади Уста Истины. Это где-то 10 минут ходьбы от холма Винтин. Церковь с высокой шестиярусной колокольней – это церковь Санта-Мария Инкосмедин. В портике церкви находится Лобока Делла Верита, или Уста Истины. Полагают, что в античном Риме это был люк водостока. Легенда гласит, что если человек засунет руку в рот, а затем ему зададут вопрос, и он ответит неправду, то рот закроется и откусит руку. Но в древности чудотворная сила маски была утеряна из-за хитрости изобретательной молодой женщины. Это была жена римского Патриция. Он решил проверить свою жену, обманывает ли она его. В день назначенной проверки на площади собралось много любопытных римлян, которые пришли посмотреть, что произойдет. И среди них был незнакомец. На глазах у всех он притворился сумасшедшим и по договоренности с женой Патриция поцеловал проходившую женщину. В тот момент, когда она сунула руку в рот маски, муж у нее спросил, целовал ли ее кто-нибудь другой, кроме мужа. И она ответила, что ее целовал только ее муж и этот сумасшедший. И ведь она сказала правду. Муж был счастлив и сохранил хорошую репутацию. Именно с этого момента уста истины раз и навсегда перестали выполнять свою функцию осуждения, предательства и лжи. Сейчас же в портике церкви выстраиваются большие очереди, чтобы сфотографироваться с античным детектором лжи. Продолжение следует... День близится к вечеру и сейчас самое время идти в район Трастевери. С площади Венеции до района Трастевери можно доехать на трамвай номер 8. Но я всегда предпочитаю ходить пешком. Мы находимся на мосту Гарибальди. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается с моста на остров Тиберина. Как только на трамвае переехали мост, вот на этой остановке, на остановке Белли, нужно выйти. И вы уже в районе Трастевери. Трастевери, несомненно, является одним из самых атмосферных районов Рима, где среди узких переулков, римских тратерий, небольших магазинов и мастерских, все еще можно заблудиться. Трастевери, как и весь Рим, надо пройти пешком, тщательно исследовать его сверху донизу, подняться на холм Яникул, прогуляться по его улочкам и переулкам. И опять напоминаю вам про удобную обувь, ведь в день по Риму вы будете проходить более 20 километров. На площади Святого Калиста уличные музыканты готовятся к вечернему выступлению. Ну а я пока покажу вам фонтан Бочка, Петро Ломбарди. Он олицетворяет хорошее вино в тавернах Трастевери. Давайте на минутку остановимся и посмотрим выступления артистов, а потом пойдем гулять дальше по району Трастевери. Петро Ломбарди. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok И мы, те, кто просто гуляет или те, кто ищет место, где хотелось бы поужинать, становимся участниками волшебной и неповторимой атмосферы этого невероятного района. Лучший период посещения Трастевери является весна, лето и осень, когда вьющиеся растения пышно покрывают многие здания, придавая району сказочную атмосферу. Добро пожаловать в Казахстан! Это один из самых оживленных районов города, но если вы действительно хотите узнать его, вы должны увидеть Трастевери вечером или ночью. Когда наступает вечер, район превращается в центр жизни молодежи. Сейчас приблизительно 7 часов вечера. Народ только-только начинает собираться в районе. А через час невозможно будет найти свободный столик в ресторане. И в это время в самых популярных ресторанах выстраиваются длинные очереди. Продолжение следует... Там за воротами находится вилла Форнезина. Дворец виллы украшают фрески, над которыми работал Рафаэль и его ученики. А это домик, где жила его возлюбленная Форнарина. Продолжение следует... Вечернее время на площади Трилуса очень часто проходят концерты. После ужина нет ничего лучше приятной прогулки, чтобы продолжить вечер. Если пройти по мосту Систа, вы окажетесь на другой стороне Тибра. Это в нескольких шагах от Кампода и Фиори и очаровательной площади Навона. Ну а я решила продолжить прогулку по району Трастевери. Друзья, вы еще со мной? Я уверена, кто был в Риме и в районе Трастевери сейчас с замиранием сердца смотрят эти кадры и вспоминают свои прогулки. А может быть в этом видео я показала ваш любимый ресторанчик, и вы увидели даже столик, за которым сидели. Как же все-таки приятны эти воспоминания. Я тоже очень часто вспоминаю, когда первый раз приехала гулять по этому району. Мы сначала полчаса искали стоянку, а потом я как будто попала в другой мир и не могла понять, почему здесь так много народу. Сейчас я прекрасно понимаю, что этот район как магнитом притягивает к себе всех и гостей города, и местных жителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ресторан Ла Поролача – необычный ресторан и очень знаменитый молодежи. Как только вы переступаете порог этого заведения, вас тут же начинают оскорблять и обзывать неприличными словами. Здесь просто так заведено! Ресторан не рекомендуют тем, кто очень обидчивый, но вечера здесь проходят шумные и веселые. Вот такое необычное гостеприимство в этом ресторане. Наша прогулка сегодня затянулась. Видео получилось очень длинное. Хочется надеяться, что хоть кто-нибудь из вас досмотрел его до конца. А я буду прощаться с вами. Не теряйте меня! Как только будет возможность, буду снимать для вас видео. Жду от вас лайки, комментарии и делитесь видео с друзьями. Ваш путеводитель по Риму. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok